Продолжение следует... Юрий Журавлев, декан механико-технологического факультета Харьковского национального университета строительства и архитектуры, профессор, кандидат технических наук, Мария Кочуманова, ассистент кафедры общей химии Харьковского национального университета строительства и архитектуры, кандидат технических наук, Вера Прохорова, заведующая отделом научно-информационного обеспечения инновационных процессов Харьковской государственной научной гиблиотеки имени Короленко, Олег Паретов, советник мэра по вопросам молодежной политики и сокорбинатор школы Литеров-Мост. Доброе утро всем. Пожалуйста, вам и вам, Виктория Солнца. Спасибо вам, что вы служили на все время. Выйти к нам на национальные мероприятия. Мы надеемся, что перед нами проект полезен и интересен знак обеспечения для ее родителей. И, кстати, чтобы ввести вот кухню знак обеспечения, мы подготовили делать графику презентации основных пунктов и принципов конференции. Доброе утро, друзья! Сегодня мы поговорим о боли, что нас вызывает боль в сердце. Все нам добре знайомо. Проблемы наших разных населених пунктов и в Харькове это не исключено. Недосконала инфраструктура, миски, сел. Проблемы поводжения с побудовыми и православными подходами. Неэффективные транспортные системы. Морально застарелое техническое обеспечение коммунальных служб. Низкая энергоэффективность миски. Это, для большого, часто складывается наше життя и снижается его качество, на жаль. Сегодня уже очевидно, что нужно гострое перевантажение страны. Это уже на порозе и это нужно действительно делать. Инновационный подход в процессе материально-технической и методологической модернизации региона Украины, что развивается, является неважным чинником установления антидинамичного развития конкурентоспоможных государств. Однако, за развитком инноваций, Украина находится на 95-м месте у света серед 184 страны. Это показник низкоинновационной активности однозначно геостримующим фактором у решения разных региональных проблем – инфраструктурного, экологического, технологического та іншого характера. Один из основных причин такой ситуации является неэффективный инновационный менеджмент. Руками спостерігается отсутствие координации и целеспрямованности работы интеллектуального ресурса регионов, что перешкоджает формирование единого набора конкретных практичных завданий для покращения того, чем жилом месте, области, а в нас и так и все эти государства. Благодаричный практичный досвит работы с популяризацией и коммунициализацией на практичных проектах в Украине вказано на низкую практичность большинства разработчиков и их численности и высокую науково-теоретическую бюджетовую. Это вызвано на децентрализацию громадской и науково-практичной деятельности социально активных мер с населением. Неозгодженность практичных потреб регионов для реализации потенциалу науково-техничної творчості активного интеллектуального ресурса приводить до кризис и неэффективности процесса модернизации страны. Но я думаю, что мы все хотим жить в лучшей стране, в лучшей умове. Жить в процветающей, высокорозвиненой стране с прекрасными, приятными экологическими формами, с высокими социальными стандартами. Жить в країне, где хочется ростить детей и можно быть впевнена у их майбутни. Однако для достигнания цего бажаного результату необходимо сформулировать конкретизированные цели. Цель развития регионов Украины шляхом створения креативных проектов для решения найзлободеннейших проблем в разных точках в краю. Такий підхід допоможе сконцентрувати творчі здібності социально активних маугольців, студентів українських вищих начальних закупів та просто небайдужих, самим відвищуються шанси на практичну реалізацію негацій. Консультація творчого потенціалу суспільства ДНГПД – це найважливіший шлях «Покращення нашого життя вже завтра». Саме тому був розроблений проєкт навково-соціального руху «Innovation-482» – рух незалежного інноваційного розвитку українського суспільства. Але ми можемо дуже добре говорити про проблеми і чекати до вільного вирішення наших проблем. Але команда вважає інакше. Можливо, все. Потрібно лише правильно використовувати наші ресурси, яких нас дуже-дуже багато. Так що ж пропонує проєкт «Innovation-482»? Наш основний принцип роботи полягає у створенні умов оптимального поєднання трьох найважливіших складів. Конкретизовані технічні проблеми регіонів України, сконцентровані можливості науково-творчого потенціалу населення країни і фінансові можливості приватного і державного інвестування в реалізацію вітчизняних інноваційних проєктів. Отже, місією групу є розвиток та технічна модернізація регіонів України і шляхом створення та підтримки інноваційних проєктів для вирішення найактуальніших проблем суспільства. Мета проєкту – це на перший рік роботи – створити креативні проєкти для вирішення найактуальніших технічних проблем Харківського регіону та забезпечити механізми їх реалізації. Заданнями проєкту є виявити регіональні проблеми суспільного життя, сконцентрувати творчість і вистість під соціально активних науковців, студентів українських вищих навчальних закладів та просто небайдужих громадян, створити єдиний потік інноваційних рішень для вирішення актуальних потреб країни, популяризація науково-технічної творчості, підвищення престижності наукової діяльності серед школярів, студентів, аспірантів для підвищення інтелектуального реалізації нового покоління Харківців у різних галузах. Забезпечити практичну реалізацію підчизняних інновацій. Формула успішного функціонування ініціативи чітко прописує основні стадії роботи механізму процедурації реальних практичних проблем країни та реалізації інтелектуального потенціалу її життя. Це такі кроки як конкретизація регіональної технічної проблеми, некомерційний громадський інноваційний інженер, маркетинова упаковка інноваційного проєкту, приватне інвестування в інноваційний проєкт, реалізація проєкту для вирішення регіональної проблеми та як наслідок розвиток регіону і виглянути ціні місця. Учасниками микронауково-соціальних груп зможе стати практично кожен. Підшколяра і студента, хто громадського діяча і вчера. Я вважаю, що всі знайдуть своє місце в процесі оновлення країни, якого вони так дуже хочуть. Проєкт Innovation 482 – це реальний шанс для кожного з нас взяти участь у народженні оновлення країни і передбачає проведення п'яти основних етапів реалізації. Перший етап – дуже простий. Це інтерактивний онлайн-форум. Проведення построкового українського опитування з метою виявлення найгостріших проблем того чи іншого регіону. Кожен житель України за допомогою опитувальних інтернет-серінок зможе розказати про свою проблему. Це будуть в різних сферах – екологія, енергетика, сільське господарство, транспорт, медицина, тощо. Проведення широко інформаційної компанії серед вищих та громадських організацій Харкова, Києва, Дніпропетровська, Одеси, Вінниці, Волтави, а також активних членів українського суспільства Донецької та Луганської областей. Другий етап – це вже буде конкурсом. Паралельна опробка та публікація результатів відповеденого опитування, відкрите інтерактивне голосування та формування рейтингу актуальних регіональних проблем. Це буде двадцятка найвостріших проблем в населених пунктах України. Третій етап – це вже конкурс проєктів. Оголошення до проведення тримісячного конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на креативне рішення ТОП-30 проблем. Залучення спеціалістів в розв'язку підприємств та громадських організацій України з метою формування експертної конкурсії для кваліфікованого поверну оцінювання конкурсних проєктів в різних областях науки і техніки. Відбит кращих проєктів. На четвертому етапі ми проводимо підсумкову конференцію-презентацію кращих інноваційних проєктів. Проведення заходу в форматі вже традиційно відкрити межріональної виставки-конференції Велихідницького мистецтва УКТЕЧФЕСТ. П'яте – це конкурс-тендер на реалізацію кращих-скращих інноваційних проєктів. Представлення кращих проєктів для їх реалізації в регіонах виконання вихідних проблемах. Залучення державних органів до навчої влади, бізнес-структури, громадських організацій для реалізації кращих проєктів на місцях їх призначення і на дівчатком місті в регіонах України. Взяти участь курсів край просто. Для початку достатньо заповнити одну з наших простих інтерактивних анкет реєстрації. Я вам зараз продемонструю. Саме так виглядає онлайн-форум, на якому кожен може зайти та розказати про свою проблему. Так, потрібно ввести прізвище ім'я, також вік, контакт на інформацію та проблему описати. Також, ще одна є. Це вже для учасників проєкту. Це саме, яким ви бачите себе в проєкті, можливо, ви винахідник, експерт. І це, я думаю, буде також актуальна дуже анкета. Тому, бачимо, це все дуже просто. Всі, вважаючись, можуть її заповнити. Крім того, науково-соціальний рух завжди відкритий для діалогу, пропозиції та співтрацій. Отже, проєкт Являє собою безтруковою альтернативною платформою романського вирішення реальних і актуальних проблем українських регіонів, шляхом спрямового моделування розвитку творчого потенціалу України. Центром цього проєкту воправу стану інтелектуальність. Інтелектуальна столиці України – це наше місце. 300 гривень. Дякую. Дякую. Юрий Журавлєв, пожалуйста, вам слово. Боже, коллеги, ми здесь, з вами, Павлана Качиманова, представляє Харковський національний університет строительства і архітектуру. Преше, що мені хотілося б зазивити, що я крайне уявлен, тим, що тут наш університет приймає участь у цьому достійному мероприєтку. Я це зв'язую просто з неким, такі, інформаційним недостатком, що ли, надіюся, що ми, в цьому проєкті, його ісправимо з організаторами, підіймем на ноги, всіх того можна подняти. Що б я хотів сказати? Відповідь, нашого університету на сьогоднішній мероприєті я рассматриваю як ніби декларацію о намерении. ми чрезвичайно відповідь, проєктуємо проєктуємо нашого регіону, це положення треба відповідь. проєктує відповідь, ми считаю, що Україна конкурентоспособна на ринку інновацій в нескольких сферах. Ось, той же 2013-й год. 11 мільйонів участників із 50-ти країн міра приняли участь в соревнованиях по інформаційному технологію. Соревнования назывались Brain Bench 2013. Україна із 50-ти країн міра в цьому соревнованні 2-е місце вступить только США, тоді, Германия, Ізраїль і Канада не попали в число первих десяти команд. Це говорить о большому потенціалі. Але я считаю, що ми участь у цьому проєкту і надємся, покажем, що не тільки айтишники можуть відповідати конкурентоспособними на ринку інновацій. На мій взгляд, у нас в країні багато, є определенна структура, яка займається інноваціями. Це і Міністерство освіти науки України, це національна академія наук. Але видно щось такий момент. Момент такий. Учені принимають закон науково-науково-науково-науково-нахнічній деятельності, який вносить больші коррективи в состояния науки. А світяне год назад приняли закон про світу и сейчас на утверждение на рассмотрение закон про світу. В эти законы после того, как они будут приняты будут проходить достаточно непростой наверное длительный этап как сейчас говорят имплементации. Это займет время. и вот мне зазвилось впечатление, что у нас не так уж и много. И вот этот проект мне напоминает вот эту ситуацию с чем-то связанным по аналогии вот с АТО, которое сейчас происходит. Ведь многое в вопросе связанном с отражением агрессии с антиферсийской операцией происходило благодаря тому, что народ поднялся на защиту страны. Мощнейшее волонтерское движение, которое на первом этапе помогло армии, а потом очевидно включается государство. Вот и мне сейчас кажется, что этот проект, который мы сегодня презентуем, это некое, я бы так назвал, инновационное волонтерство. вот надо его запустить, показать, что проект действует, надо преодолеть вот эту серую зону, тоже из сегодняшних реалий, серая зона, между создателями инноваций. Смею вас заверить, что в Харькове, в Харьковском регионе, с его мощнейшим научным и техническим потенциалом, очень много создателей инноваций, очень много людей предлагают новые идеи. Но между генераторами идей и потребителями идей существует серая зона, в которой то есть странные пустой, значит, пытаются взаимно проникнуть в стрельхолдеры этого процесса, но не освоена эта серая зона. Мне кажется, что наша задача, задача этого проекта, я уже его называю нашей задачей, потому что в 2015 году наш университет активно включился во второй угол техфест, и из 15 финальных разработок, которые презентованы в книге, которая лежит возле Ивана, из 15 работ 7 инновационных разработок нашего университета. Мы о книге еще поговорим немного позже. Да, если поговорим, я, может быть, закончу книжечку, но не буду занимать. и вот поэтому мне кажется, что все бывает вовремя. И вот этот проект, он, по-моему, тоже появился вовремя. в то время, когда госструктурам пока не до не смею, может быть, взять какую-то смелость, может быть, я в чем-то не прав, но не до инноваций, для них есть целый ряд других, просто, серьезных решений. Вот такие общественные инициативы являются теми разточками, которые позволят нам в этой ситуации исправить наше не совсем приличное при Украине 95-е место. И хотя бы на уровень Турции, которая заняла 47-е место. А там смотришь, глядишь, может быть, мы и выйдем на уровень Финляндии. Спасибо. Ну, я хотел бы, может быть, передать слово нашим коллегам, молодым ученым, которые непосредственно являются теми самыми инноваторами, которых мы хотим привлечь в этот проект. Мария, пожалуйста. Спасибо большое за слово. Действительно, это так. Мы работаем давно с различными научными проблемами, постоянно стараемся, так сказать, не отставать, ходить в ногу со временем. И наши разработки, они не просто разработки для, так сказать, каких-то журналов, и все. Эти разработки действительно имеют большой вес. Их можно внедрить. Они апробированы по многим направлениям. То есть, они представлялись и на выставках, и, естественно, все зачищены с компетентами, и так далее. Что я хотела сказать. В прошлом году, когда мы поучаствовали в TechFest, нам следом за TechFest удалось еще, так сказать, представить все наши разработки на CrashTest. Вы, я думаю, знаете, что это такое. CrashTest — это с привлечением зарубежных менеджеров, экономистов, и так далее. То есть, людей, которые представляют, так сказать, уровень инновационной технологии, которую предлагают. Так вот, наши разработки, они заняли достойное место, они вызвали интерес, большой интерес, и как бы для них непонятно до сих пор, почему у нас нету никакого движения. Так вот, действительно, проект, который предложил Ваня, он поможет нам передать это действительно в, ну, так сказать, в лиц, я надеюсь. Вот. Так сказать, в наши проблемы инвесторов и так далее. мы их все-таки как-нибудь зацепим. Очень бы хотелось было доверить, и очень бы хотелось, чтобы они обратили внимание, обратили не только инвестора, но и, собственно, наши верхушки, я имею в виду имелию, областные советы и так далее. Чтобы это было поддержано еще и с высокой позиции, которые нам так сказать еще учитывали. Спасибо. Олег Олегов, вам слово. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я рад, что уже не первый день знаком с Иваном, и уже участвовал общественный деятель, помогал его проектом, сейчас, надеюсь, на новом уровне смогу помогать. этот проект важен, как по мне, по трем основным причинам. Первое, это то, что очень много уже говорилось, это инновации. Действительно, не так много сейчас каких-то серьезных научных проектов, все понимают, что это время, это ресурсы, готового, зачастую нет. Но Иван сейчас стал локомотивом этого, и я уверен, что он сможет привлечь к этому инвестиции и внимание общественности. Поэтому это крайне важно. Второе, почему хочется поддержать этот проект, он всеукраинский. Это тоже крайне важно. Для города Харькова нельзя замыкаться в себе, надо сотрудничать с другими регионами, развиваться. Я вот вчера приехал из Киева, где уже общался с представителями Пана Франковского университета, немного рассказывал про проект, и они готовы поддерживать интеллектуально, готовы сотрудничать. То есть это крайне важно, что он будет налаживать сотрудничество. Ну и третий, крайне важный факт, это конечно личность самого Ивана, которых может максимально вдохновить людей, вдохновить молодежь, я думаю, привлечь внимание. Хотелось бы дать такой посыл и журналистам, и себе самому. Мы должны являться какими-то трансляторами этого проекта, максимально о нем рассказывать, привлекать сюда кого возможно. Лично я, мы будем помогать максимально волонтерами из нашей школы, будем помогать какими-то дизайнерскими вещами, где мы можем. Ну и также будем привлекать большой бизнес, большие инвестиции, обращать на это внимание городских, областных властей. Спасибо. Спасибо большое. И слово Ирия Прохорова и заведующая отделом научно-информационного обеспечения национальных процессов Харьковской государственной научной библиотеки Вени Короленко. Я приветствую вас от лица библиотеки, научной библиотеки имени Короленко, который ведет работу в Центре информационной поддержки изобретательства. Главная задача этого центра как раз и совпала с целями этого проекта, который презентовал Иван в прошлом году. Это был второй фестиваль научно-технического творчества Укрпич-фест. Первый был проведен в Донецке. И мы, в общем-то, уже были знакомы с Иваном после первого фестиваля. Иван участвовал в конкурсе, ежегодном конкурсе, который проводит Центр информационной поддержки изобретательства совместно с Харьковским областным советом изобретателей и рационализаторов. Это ежегодный конкурс, и Иван со своими изобретениями подавал работы на наш конкурс, где получил грамоту, и мы заочно были знакомы с Иваном. Когда он перехал в Харьков и предложил, обратился к нам за помощью поддержать его проект и провести этот финальный этап презентацию инновационных проектов в нашей библиотеке, мы, конечно, с радостью согласились, поскольку, я вам сказала, задачи наши, в общем-то, и цели совпадали. в мае этого года и состоялся этот конкурс. Огромную работу проделал Иван до того, его проект существовал онлайн, в связи с тем, что здоровье Ивана не позволяло общаться с коллегами-изобретателями онлайн, это его следа, он нашел очень много. мы помогали, конечно, тоже распространить эту информацию в сетях и уже в мае состоялись презентации слушания лучших 15 проектов. Это был праздник, Иван нашел и не только нашел еще, чтобы сделать действительно это фестиваль и праздник нашел артистов, которые украсили этот проект в этом тоже мы ему помогали. И в общем-то все удалось. Нашел даже и спонсоров, которые поблагодарили и отметили лучшие совместения и многие из первые места, все, кто занял первые места, они были награждены какими-то памятными подарками. В общем-то я думаю, что Ивану все удается. Его творческая, креативная натура, я не сомневаюсь, что в следующем проект все получится. И Укртэчфест, который будет уже теперь в этом проекте четвертым этапом, я думаю, мы будем сотрудничать и дальше с Иваном, и он также пойдет в библиотеке Короленко. В этом сборнике представлены, мы подготовили его сначала в электронном режиме, он есть в сети на сайте нашей библиотеки, вы можете с ним более подробно познакомиться, но опять-таки благодарность огромная Ивану, потому что в библиотеке не было средств издать этот указатель, сборник материалов, Иван нашел спонсоров, и благодаря ему, вот мы видим такой красивый, красиво оформленный сборник, спонсором указателей или этого сборника материалов, явилась общественная организация МИР. Огромная благодарность коллегам, которые поддержали Ивану. В презентации лучших проектов принимали самые различные изобретатели. Это были и изобретатели из физико-технического института, они продавали свой инновационный проект по очищению воды. Очень много, как уже было сказано, работ было по строительству университета строительства и архитектуры, самые различные здесь разработки, здесь их сборники, четыре представлены, много изобретений было по медицине. Два из них получили первые места. Я хотела бы с гордостью отметить общество иммайстерс, которые изготавливают протезы для воинов от опыта, они мудрали тендер, и их изобретения здесь присутствуют. Ну, это в основном и сельское хозяйство, два проекта здесь выиграли также первые места, которые заняли, не первые места, но из этих 15 представленных проектов, это были работы из Таврийского университета, Мелитополя. Так что, вот самые самые различные проекты в различных отраслях, и сельское хозяйство, медицинное, строительство, и экологические проблемы. Я думаю, что этот проект будет таким же самым разнообразным, который поможет решить самые больные проблемы в нашем хозяйстве. И это и экология, и строительство, также и медицина. В общем-то, я думаю, что это будет достойное продолжение вот этого проекта, и мы рады принимать в нем участие. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Можно я одну? Ваня, пожалуйста. Мы очень поздравляем также за поддержку. И Данил Сбойко, лично, 9-го депутата Пудел, семьи и молодых, семьи. Данил Сбойко, Лаврученко, он лично поддержал и помог увы, 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 это кинги, без, кинги не увы, все, много в результате, а и самому депутат депутат и много депутатов и депутатов. Спасибо. Давайте еще по поводу книги, о сфере медицины и сельского хозяйства. Что там вообще за проект? Мы говорим о важности этих проектах. Деталь, что они собой представляют? Сердов. Да, да, я не технически работаю, не так. Давайте я отвечу. Ну, дело в том, что там представлены проекты, которые действительно жизненно необходимы для нашей страны и для нашего общества. То есть в плане медицины там затронуты проблемы инвалидности детей и так далее. То есть опять же протезирование военных, протезирование детей собственно достаточно актуальные проблемы. В плане строительства наш МУЗ предложил много разработок. Значит, одни из них направлены на, ну, во-первых, материалы. Мы предложили свои новые разработки по материалам по строительным, которые являются защитными, защитными от коррозии, от воздействия вибрации, от пожаров, да, коррозионные стойки, для реставрации и усиления кирпичных вкладок сооружений, зданий, и так далее. Кроме того, кафедрой нашего МУЗа было предложено оборудование для ускорения, так скажем, процессов строительства. То есть, вот то, что вот сейчас, в данный момент, необходимо, потому что у нас достаточно большой участок страны сейчас воздушен. И его надо будет как-то восстанавливать. То есть, наш МОКС предполагает разработки, которые, по-моему, вот это все дело, так сказать, не вскоре. То есть, это автоматизированные, это полностью готовые проекты. Проекты, которые бери и используем. Понимаете? Но мы всегда сталкивались с этой проблемой, что нужны лицензии. Не все, скажем, фирмы согласны брать и делать. Есть, конечно, те, которые заключают контракты, пользуют опытные образцы. Но, опять же, нам не хватает возможностей, чтобы выйти на определенный более высокий уровень. Понимаете? А вот эти проекты, как они именно выбирались? То есть, было более 150 человек. Наверное, было 50 человек. Да. Было дана экстренная комиссия России Украины. Ваши испытатели из предыдущих помещений по России. В общем, крупные устроенные украинские работы, которые были просто в полке рассмотрения. они включили долгий этап отстреливания реализирования. Это будет структур от двух конкретных инноваций. инноваций. Это они была у инноваций украшпиона экстренной инноваций. Если компетент на его получили, то есть конкретные 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 эксперты, которые занимаются именно осылкой работы. Спасибо. Вопрос коллега. Вот такие проекты, вы взаимодействуете, поддерживаете. Я так понимаю, что здесь уже практическая часть помощи было обсуждение каких планов реализации этих компетентов? Да, конечно. Олег. Раз, раз. Да. Раз. Мы уже обсуждали с Иваном. Конкретные действия будут возникать в мере необходимости. То есть мы обладаем каким-то ресурсом молодежи, которая готова откликаться. То есть если это нужны волонтеры для проведения мероприятия, мы даем волонтеров. Если нужны контакты, будут спонсоров, мы тоже будем с этим помогать. То есть наш проект он очень такой всевобъемлющий. У нас сейчас порядка 700 участников было в этом сезоне. Есть уже контакты, мы работаем более полутора года, более 500 экспертов, с которыми мы сотрудничали, бизнесмены. и, конечно, по мере необходимости все наши контакты будут максимально наполнены на то, чтобы помочь им вам реализовать этот проект. Вообще в целом вы ознакомливались с книгами, какие-то особенно может быть заинтересовали проекты? Честно говоря, я ознакомлен с проектом, но я, скажем так, как совсем ученый. Это узкая специальность, специализированная. меня интересует этот проект в первую очередь как развитие инноваций в городе. Я понимаю, что это крайне актуально и крайне важно. Без этого оно дальнейшее движение. Знаете, в экологии есть такой момент, любая экосистема, она не может существовать без какого-то одного компонента. Так вот, и наша страна, она не сможет существовать гармонично без развития всех компонентов. И наука это крайне важный компонент здоровой системы страны. Вы какие инновации видите прежде всего необходимы в городе? Как вы молодые люди, человеку? Пожалуй, в городе это развитие инфраструктуры. Мы видим ряд проблем, которые надо решать. Это и дороги, и строительство, и канализация. То есть, мы все понимаем, что у нас есть ряд коммунальных проблем, которые все время возникают. Их надо все время решать. И всем абсолютно очевидно, что инноваций в целом не хватает в этих сферах. Есть тысячи решений, которые нам нужны. Это умные светофоры, это правильное разграничение дорог. То есть, какие-то шаги в этом плане делаются, но вот без таких инноваций невозможно будет развиваться дальше. И будет классно, если это будут наши инновации, которые нам придется не из Европы покупать, чтобы мы смогли поставлять это на экспорт эти инновации. инновации на мой взгляд, у нас достаточное количество. Вот первое, что хотелось бы, я бы думал, с чего начать в том числе этот проект. Может быть, надо подумать как-то создать какой-то простой, с дружеским пользовательским интерфейсом, информационный портал, вот этих самых инноваций. Я могу себе представить, что, возможно, потребители инноваций не знают о том, что какие-то инновации уже существуют. А создатели инноваций часто бьются головой об стенку, как бы предлагая кому. Вот я знаю, в ИРЭ наши коллеги сделали прекрасный информационный портал, связанный с системами управления качеством высшего образования в разных вузах. Вузов очень много. Первым вопросом сейчас для высшей осветы будет, так сказать, то, что каждый вуз должен будет подтвердить право на свое существование наличием вот такой вот задокументированной, объявленной, объявленной и выставленной на всеобщее зрение вот в этом самом портале своей внутренней системы обеспечения качества. Вот и родители, и ученики, будущие студенты, они могут спокойно войти в этот портал, войти на сайт любого вуза, прочитать как бы декларацию обеспечения этого качества и понять, что его делать. Точно так же, вот было бы интересно, на мой взгляд, создать такой информационный портал и для инновационных технологий. Я не знаю, может быть он есть, но я, по крайней мере, до сих пор его не находил. То есть, раньше эту функцию выполняли разного рода реактивные журналы в Советском Союзе. Я давно занимаюсь изобретательством, инновациями. Причем мы должны понимать, что инновация, это не просто некое изобретение. Это инновация, за которую потребитель проголосовал Кошенко. Вот он купил изобретение. И стало это изобретение инновацией. Только тогда. Я помню, было время, когда японцы за 10 долларов покупали, во вне иглы была такая в Советском Союзе структура, Всесоюзный научно-экспертный институт, государственной патентной экспертизы. Они покупали за 10 долларов, как мы называли, черные углы. то есть, отказные заявки на авторские свидетельства. Поэтому отказали. Они покупали, этим пользовались, и потом вот они выигрывали. У нас тоже есть масса таких заявок, наверняка, и идей. Вот если бы был такой форум, на котором можно было обмениваться, структурированный форум по отраслям знаний, может быть, по отраслям промышленности. для этого наши информационные технологи, которые занимают второе место в мире по конкурентоспособности, вот должны бы подняться, и это было, на мой взгляд, если бы в рамках этого проекта участники проекта заняли бы создание такого портала, вот это было бы очень полезно, на мой взгляд. Вам, наверное, еще обязательно условие, чтобы чиновники, которые находятся во всех структурах, были обязаны заходить последствия этим и помогать воплощать. Тут возникает следующий вопрос. В Советском Союзе надо много забирать хорошего из того, что было в Советском Союзе. Вот, например, почему, на мой взгляд, потенциальные потребители инноваций их не потребляют. Создаётся впечатление, что им невыгодно этим заниматься. У них есть сегодняшняя беда, на которую нужно откликнуться. Эти налоги, значит, я не люблю про это, а я дожу из себя. И если бы государства, чиновники, структуры, сказали бы ему, вы, товарищи, купите, пожалуйста, вот эту инновацию, которая вам, по идее, нужна. А мы не будем облагать налогом вот эти вот затраты, которые уходят на основные фонды, связанные с приобретением инноваций. Не будем облагать. Так, может быть, они бы в очередь выстраивались за нашими инновациями. Понятно. То есть, ещё предложение вот такое. И вот в рамках этого проекта наверняка экономисты нам что-то подсказали. Я смотрю, что Ваня с Викой как-то хотят покоммитировать. Пожалуйста. Да, я просто как председатель от Школы лидерства МОСК тоже хочу добавить немножко свое. Я согласна полностью с Вами, но как представитель ещё и молодёжи, я могу сказать, что пока не соберутся все вместе какая-то кучка и не заявят о том, что они что-то хотят, никто их не услышит. Я с Вами полностью согласна, что мне обретен этот портал. И я думаю, что именно этот проект он станет первой ступенькой. Потому что как раз у нас очень много ребят умных, которые имеют свои проекты. они за предатели. Я думаю, что вот мы просмотрели, да, у нас есть гугл-форма, которую они будут заполнять. Я думаю, что потом это всё соберётся воедино, и действительно это соберётся такая инициативная группа, которая достучится до нашей власти, и мы все вместе сможем сделать нашу страну лучше. почему-то, кстати, вот сюда... Да. Ну, понимаете, у нас есть очень большая проблема инновация. Проблема такая, изобретения живут в некой политической реакции. они отдельно отдельно от самой проблем, которые мы обнаружили. Они сегодня с началом изобретения, а потом по нему ищутся проблемы. это в коммуне не делают. Такая системная ошибка. Да, спасибо. И в 2017 у меня вопрос. Когда старт собственно презентации о котором мы говорили? Это уже сейчас началось? Да, мы присоединяемся. Поэмы первый год вы начали природиками да, это как раз сейчас старт. Мы сейчас видели подготовленные группы страницы которые уже показывали. И они я думаю с сегодняшнего дня будут запущены. Они можно работать. Где можно их найти? Ну кроме меня. Вот допустим я хочу заполнить форум хочу присоединиться. Контакте есть В Контакте можно найти его фамилии. группа группа в контакте Группа в контакте Инновation 4. Да да от Антали Чулкина и да опять же есть как у нас в Харьковском нашем форуме форуме в форуме в форуме партнете 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 культура диалог мир это наш девиз украинской ассоциации этот год мы будем распространять через библиотеки запада и библиотеки востока библиотеки запада будет распространить информацию и мы будем распространять информацию здесь чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте и присоединились вот как раз контакт да это контакт в соцсетях было бы конечно приятно если бы вы тоже нас поддержали и собственно знаете как передали эту новость дальше будем поделись информацией мы сейчас и занимаемся спасибо если вопросы вопросы задал все я поэтому я думаю что в полной мере сейчас вы смогли обсудить проект спасибо всем большим участникам и будем надеяться что кто представится здесь и этот проект он получит такой широкий информационный резонанс спасибо спасибо да и у нас там чай кофе поэтому пожалуйста присоединяйтесь у нас нужно подчеркнуть с Продолжение следует...